Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Азербайджан присвоил себе музыкальную композицию «Арцах». Седьмой фестиваль «Рай для птиц» на берегу озера Куечук в Карсе. Глава МИД «Арцаха» принял делегацию благотворительного фонда «Туфинкян». В Каирском университете обсуждался вопрос увеличения числа армянских учащихся в Египте. МИД Ирана. Тегеран будет симметрично отвечать на шаги Вашингтона. Армянам запрещено знать свою историю. В 2019 году Арктика может прогреться до экстремальных значений. Уничтожение наследия армянского народа, физическое уничтожение армян, захват имущества и людей доказывает, что Азербайджан работает над систематическим уничтожением старого и современного наследия армянского народа. Подтверждением сказанному является тот факт, что в Азербайджане присвоили композицию «Арцах» армянского композитора, музыканта Ара Геворкяна, и даже создали нового автора Узеира Гаджибекова. По этому поводу композитор Ара Геворкян выразил удивление на своей странице в Facebook. «Арцах» – инструментальная композиция, составленная армянским композитором Ара Геворкяном и не имеющая ничего общего с Азербайджаном. Многие не понимают, почему Западная Армения является членом Всемирной организации интеллектуальной собственности ВОИС и почему президент Армен Акабрамян, единственный армянский государственный деятель, участвует в организации и участвует в ее заседаниях. Ответ перед вами, то есть работать над международной конвенцией, которая не существует, позволяющая охранять генетическое наследие, традиционные знания и формы культурного самовыражения коренных народов. В противном случае это наследство либо закончится, или армяне потеряют свое тысячелетнее наследство. Защита интеллектуального наследия, которое было принято президентом Армен Акабрама Абрамяном, требует высокого сознания, чтобы предпринять соответствующие шаги. Озеро Куючук в провинции Арпачай Карского района Западной Армении находится под угрозой высыхания. Озеро находится под охраной. Соответствующие органы организовали седьмой фестиваль «Рай для птиц», чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам озера. Во время фестиваля выступил конный клуб «Кавказ Карса». Женщины соревновались и в приготовлении гаты. Были также подчеркнуты важность озера, где многочисленные виды птиц находятся под защитой. За последние 2-3 года уровень воды существенно упал и существует опасность озаболочивания. Министр иностранных дел Республики Арцах на Горно-Карабахской республике Масис Мэйлян 21 июня принял делегацию благотворительного фонда «Туфинкян», возглавляемого исполнительным директором фонда Рафи Дудакляна. Как сообщили Армен Пресс при службе МИД Арцаха, в ходе встречи стороны обсудили основные направления и перспективы развития сотрудничества между Арцахом и фондом «Туфинкян». Масис Мэйлян высоко оценил реализуемые фондом в Арцахе программы по развитию, являющиеся ценным дополнением к благотворительным и гуманитарным инициативам. Была подчеркнута важность проведения периодических встреч, которые позволят обсудить дальнейшие шаги по реализации проектов. Профессор кафедры восточных языков Каирского университета, директор арминоведческого центра Каирского университета профессор Сухейра Дуани встретился 20 июня с консулом Армении в Каире Рафаэлем Муфсисяном, чтобы обсудить перспективы сотрудничества между центром и консульством. Центр арминоведения работает под эгидой филологического факультета Каирского университета и был основан в июле 2007 года. Одной из основных целей центра является расширение рамок сотрудничества Армении и Египта в сферах культуры и науки, распространение армянской культуры среди других народов. Народ Ирана отвечает дипломатии на дипломатию, уважением на уважение и обороной на агрессию, указал он. Разве годы войны экономического терроризма в отношении Ирана со страной США можно считать дипломатией? Таким образом, представитель МИД ответил на заявление спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука о том, что американская дипломатия не дает Тегерану права отвечать военной силой. В четверг газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники в администрации США, что президент Дональд Трамп дал согласие на удары по Ирану после того, как ВС этой страны сбили американский беспилотник. Позже он отметил решение, указало издание. В иранском корпусе стражей исламской революции в четверг заявили, что сбили американский беспилотник в небе над провинцией Хармазган на юге Ирана. Член правительства Западной Армении лингвист-арминолог Мофсес-Наджарян принял участие в программе Верельк. По словам господина Наджарян, у армян была уникальная система правления, которая гарантировала стабильность и процветание государства. После убийства Хосрофа Великого система рухнула, что привело к ослаблению армянского государства и его уничтожению. В этом выпуске программы представлена эта система. Мофсес-Наджарян также представляет неизвестные эпизоды об Александре Великом, короле Арташесе I и Тигране Великом. Он считает, что истинная история армян скрыта от народа. Почему вы узнаете, посмотрев программу, ссылка в описании. В 2019 году Арктика может прогреться до экстремальных значений и потерять больше льда, чем когда-либо. Существует вероятность, что площадь морского льда сократится сильнее, чем в рекордном 2012 году, сообщает Hightechna со ссылкой на phes.org. Тревожные сигналы уже начали приходить из Гренландии. 12 июня одна из местных метеостанций зафиксировала температуру 17 градусов по Цельсию, что всего на 0,3 ниже абсолютного максимума, установленного 30 июня 2019 года. Теплый воздух в сочетании с малоснежной зимой и ясной погодой спровоцировали ранее и массовое таяние гренландских ледников. Оно началось в первых числах мая, почти на месяц раньше обычного. По расчетам климатологов, только с начала июня ледники потеряли 37 миллиардов тонн льда. По словам ученых, ранее таяние нарушают привычный образ жизни местного населения и диких животных, таких как белые медведи и нарвалы. Кроме того, разрушение гренландских ледников ежегодно превышает уровень мирового океана на 0,7 миллиметра и ростом температур эта цифра продолжает расти. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию композицию Арцах Аре Гевокен. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!